доброе утро дорогие друзья приветствую вас на видео портале трейдеров utrade tv меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 12 мая 2017 года пятница всех поздравляю с окончанием трудовой недели надеюсь вечером у вас будет хорошее настроение и вы именно с ним отправитесь на выходные ну что давайте посмотрим как у нас прошел вчерашний день индекс ммвб вчера показал отметку 2002 пункта на закрытие минус 1,2 процента индекс ртс 1105 пунктов составил итоговый показатель минус полпроцента а вот рубль укрепился и доллару евро к доллару на 38 копеек составил 57 рублей 0 5 копеек на закрытие и евро на закрытие 61 рубль 96 копеек за 1 евро нас по тем укрепление рубля составила 51 копейку прекрасные показатели давайте посмотрим как это выглядело на графике итак нефть вчера подросла давайте часовой график включим подросла немножко отбилась но осталось все равно хорош на хорошем пока уровне 5028 было закрылись вернее ударяли пятьдесят один четырнадцать и закрылись на уровне 5080 сейчас кстати надо посмотреть что у нас на рынке в моменте и чего ждать пятьдесят девяносто четыре но приблизительно то же самое движение на 14 центов но все-таки она будет заметно конечно небольшой рост на открытие нам гарантирован это хорошо рубль укрепился ртс ртс снизилась вот вчера держали рубль ртс держать не стали сбер снизился газпром снизился мы говорим о фьючерсах втб снизился роснефть снизилась лукойл снизился доллар рубль на спатье укрепился хорошо сейчас у нас торговый диапазон со стороны от вчера мы ударялись в отметку 56 90 немножко отбились закрылись выше 57 но есть надежда что дальше двинемся укрепляться ну и конечно афка афка вчера снизилась практически ударил его и там 13 вот и сейчас мы девка открывается и опять вот ровно влой ударилась 1356 только что эфка на открытие пока не видно никаких положительных новостей ну и лукойл вчера снизился следом за афка сегодня стоит на открытие ждет афка такое впечатление куда двинется далее друзья валютный рынок вчера еврик снизился смотрите четыре дня снижался еврик сегодня стоит на открытии 11 0 8 59 фунтик тоже снижается второй день вчера хорошо снизился сегодня смотрим внимательно давайте эти отметочки сейчас секундочку на часовом графике сейчас не поймаешь мы вчера тут с вами пытались прицелиться да ну напомню что фунтик нас почему интересует потому что мы с вами я вошли сделку мы его вчера продали только мы его продали и он выстрелил наверх но так бывает вот но тем не менее я все-таки жду его вниз тем более что тренд на часовом графике сохраняется вниз доллар франк вчера снизился сегодня растет доллар иена снижается второй день подряд доллар канадец растет второй день подряд вот эти разнонаправленные движения австралийц третий день пытается подрасти после того как ударил локальные лари но семьдесят три двадцать шесть новозеландец новозеландец второй день падает тут другая история связи там с изменения связи с неизменением ставки в новой зеландии почему-то они решили попадать золото второй день пытается отрасти но достаточно рубка ну и серебро которое нас волнует вы знаете нас три купленных серебра значит вот этот который куплено было вчера по наводке трейдера колдуна вроде бы пытается отрасти но еще конечно до наших двух ведущих покупок еще расти расти я думаю что если мы полпути пройдем но чуть больше две трети пути то будем крыться с плюсом уже не до не дожидаясь просто здесь признаем небольшие убытки а здесь зафиксируем прибыль вот такой у нас план на сегодня давайте посмотрим коллеги какие глобальные новости глобальные новости сегодня их немного кстати говоря по нефти раз уж мы тему продолжаем по нефти сегодня я вижу трудный день сразу скажу не знаю что монета сегодня увидит я сегодня вижу трудный день я попозже объясню почему но одна из них одна из причин сша тропедирует цену на нет заголовок сегодняшних газетах нефть выше 50 но вот эти новости по потому что сланцевая нефть уже на 50 рентабельно сильно далеко не отпустят нефть от 50 а во вторых конечно то что сша ни в каком формате не не хочет поддерживать ограничения производства это все равно опек своими силами даже если согласуют они продление ограничения на добычу на добычу нефти но они с одни своими силами могут не удержать друзья сланцевая нефть серьезный такой аргумент и пока держится на 50 уже хорошо значит электромобили друзья смогут проезжать до 1000 километров за один заряд вот такая батарейка создана немецкими инженерами на основе аккумулятора из электромобиля tesla вот ну что это в два раза кстати больше чем сегодняшние tesla вские аккумуляторы шикарно шикарно россиянин средняя читая проезжает на своем автомобиле 50 километров в день то есть 200 дней на зарядке да вы чё прощай нефть это называется если 200 дней на зарядке неправильно 20 не подождите подождите 20 них уж не они нефть подожди не уходи не уходи еще вернись и 20 дней на зарядке сюда я вот видите как важно знать арифметику а то так вот инфаркт будет раньше чем заобразить но коллеги в любом случае 20 дней на одной заправке посчитайте сколько вы раз заправляетесь в месяц и вам все будет понятно поэтому это серьезно это серьезно особенно для города тут как бы есть где поездить но все равно расстояние небольшие поэтому горожане с удовольствием подключиться на на электро это серьезная проблема друзья то что ну это было ожидаемо ясно что аккумуляторы скоро будут там размером с кошелек будет хватать на месяц это понятно развитие бесконечно поэтому с нефтью да насильно на нефть надеяться на рост я бы не стал хотя это еще понятно вот два-три пока внедрится все да но тем не менее уже перспектива понятно дальше друзья международная обстановка ну вот самое такое серьезное что я увидел nbc сообщила о пролете су-27 российский самолет 6 метров от самолета ввс сша 6 метров это на черном море 6 метров друзья для авиации это нисколько это доля секунды если вдруг чего но прямо по краю ходим мы по краю ростелеком признал неудачной попытку создания государственного поисковика спутник проект спутник может быть закрыт или переориентирован на другие задачи друзья но я не пойму приняли новую стратегию информационного развития россии до 30 года где ставится цель перейти на все отечественное правильная цель классная но если даже госпоисковик не можем создать может все-таки сначала создать а потом отказываться от гугла и и других зарубежных поисков поисковиков мне кажется так будет грамотнее а я уже не говорил о таких направлениях как коммуникации или медицина сначала создать а потом уже отказываться иначе люди у нас тут без связи останутся у помирают все друзья очень новость интересная из министерства обороны самый богатый чиновник минобороны покинул свой пост руководитель департамента строительства минобороны максим ченгаев ушел отвечал за стройку в министерстве обороны внимание менее трех месяцев и заработал за прошлый год 51 51 1,9 миллиона рублей практически 52 миллиона рублей еще раз говорю работал менее трех месяцев в министерстве обороны отвечал за стройку без комментариев без комментариев никаких намеков друзья а блогеру соколовскому которые вы помните так сказать в храме ловил покемонов а вот далее приговор три с половиной года правда условно что повергло конечно в шок сам приговор поверх шок всех нехристиан россии почему потому что сам приговор звучит так одна из причин почему мы дали три с половиной года он отрицал существование христа и пророга магомета слушайте тогда у нас всех иудеев можно посадить всех буддистов можно посадить любую религию потому что какая-то религия она отрицает другую иудаизм открыто отрица это новый завет и так далее это общеизвестно и вот поэтому естественно подкинулись кто первые подкинулись это федерация еврейских общин россии выступили сказали что не надо отправлять в тюрьму значит из-под палки люди у бога еще никогда не верили и так далее вот мне вот это понравилось то что обвиняемый отрицает существование иисуса и пророка мухаммеда таким образом совершает преступление по части 1 статьи 148 это кавка кавкянские модели такие знаете но сильно конечно да нет парень не прав однозначно но нашел место мог бы поискать покемона в другом месте это правильно я бы ему подзатыльника по решению суда дать ему подзатыльник и пинками выгнать из суда это да это было бы правильное решение внутри с половиной года условно слушайте но сейчас перепугали всех нехристиан учат все нехристиане в шоке потому что я с любого бери нехристианина он отрицает существование христа и на три с половиной года оба на нехорошо неправильно абсолютно неправильно это не защита не как это такая ну ладно тоже без комментариев но считаю что приговор слишком жесткий вот у меня такой мне слишком жесткий он дестабилизирует обстановку в обществе прежде всего других религиозных общинах это неправильно то есть наша защита религиозных чувств у всех то есть если человек верит в одного бога он имеет право отрицать другого иначе тогда непонятно в чем суть его вера все друзья двигаемся дальше давайте о хорошем сегодня у нас день рождения ивана кочева нашего известного специалиста по торговле на рынке форекс и бинарных опционов иван с днем рождения счастья здоровья процветания семье дай бог чтоб все было хорошо друзья кто знаком с вам он кочевым прилагая в чате ссылочку на его аккаунт фейсбуке можете написать добрые слова о и как бы а не подружиться с ним кстати говоря фейсбуке друзья экономический индикатор ничего не вижу серьезного кроме в 20 40 где я уже потерял только что смотрел ну вот потерялась число бровых установок от бейкер фьюзов 20000 спросим у монеты байли сел по нефти сегодня монета видит сел мое мнение друзья оно такое нефть конечно вот эти ежедневно появляющиеся новости о том что новые виды получения энергии причем возобновляю и набирают силу они конечно на нефть оказывает влияние это первое второе конечно сезонный фактор да все уже лето по любому хотя в москве вчера был снег еще но по любому ли это близко она официально наступит через 20 дней вот тоже сезонный фактор сработает и главное что хочу отметить посмотрите на недельные графики нефти это неделя впервые за месяц за прошедшие 30 дней а положительная поэтому некоторый пятничный откат по нефти вполне допускаю и поэтому некоторые снижение на нефть допускаю но соответственно и такое же влияние на российский рынок то есть рубль сегодня не вижу в укреплении но если конечно его таскать не толкнут и ему ослабить сильно вряд ли дадут ну скажем так легкое ослабление рубля сегодня допустимо ртс у конечно вниз тем более что по системе система сильно дестабилизирует обстановку я вижу что она только что лой обновила да она обновила ударила в 1302 если она пробьет 13 низ у нас это сильно повлияет это показатели в тушенко казнят наказывают не сильно помогает рынку поэтому потесу сегодня больше пессимист по российскому по рынку форекс то есть друзья я вижу сегодня некоторое ослабление доллара вполне допускаю что сегодня еврик может немножко отбиться но прежде всего потому что он сильно снизился на этой неделе поэтому сегодня на мой взгляд пятничный эффект по на многим валютам к доллару могут иметь так сказать коррекционное такое воздействие и вижу укрепление некоторых валют прежде всего еврика по отношению к доллару также надеюсь на серебро на рост серебра поскольку тем более меня куплено а серебро мне надо чтобы она доллар прошло наверх тогда только я буду рад и счастлив вот таким образом поэтому сегодня на мой взгляд трудный день и для нефти и для доллара они в последнее время достаточно часто снижались одновременно поэтому для меня это не будет сегодня удивлением ну и для вас я думаю тоже всем удачи на рынке друзья сегодня